Заповедные земли. Здесь никогда не будет хозяйственной деятельности, а птицы, звери и рыбы будут под охраной. Навечно. Решение о создании первого в Ненецком крае заповедника было принято правительством России 19 лет назад, в 1997 году. В дальнейшем эта территория стала называться Государственный природный заповедник Ненецкий. Северо-восток Ненецкого округа 313 тысяч гектаров заповедной территории. Больше половины ее приходится на водную акваторию. Тундровые земли, полуостров, русский заворот, устевая часть дельты реки Печоры, между протоками тундровый шар и Большая Печора, часть дельты реки Восточная Нерута. И острова Кашин, Ловецкий, Зеленый, Зеленые Муры, Долгий, Гуляевский, Кошки, в юго-восточной части Баренцева моря острова Матвеев, Голец, Долгий, Большой и Малый Зеленцы. Эта территория признана эталоном Европейского Севера России и охватывает большое разнообразие зональных и интразональных тундровых комплексов. Главные задачи заповедника – охрана и изучение. Научные исследования ведутся по долгосрочным программам – мониторинг состояния природных комплексов, инвентаризация различных круп животных и растений, контроль за динамикой численности обитающих заповедники, видов дикопитающих и птиц на постоянных участках и маршрутах. С 2010 года приказом Министерства природных ресурсов России к заповеднику Ненецкий был присоединен заказник Ненецкий. Мыс Костяной Нос. Когда-то здесь была рыбацкая артель. Однажды в ледоход льдины ее снесло в Коровинскую губу и следа не осталось. Сейчас здесь база заповедника – Кордон. Ученые сюда приезжают на полевые исследования. У нас коллектив малочисленный, всего работает 20 человек, но это исторически так сложилось. Поэтому территория заповедника огромная и на эти 20 человек ложится очень большая нагрузка. Работает в охране 6 человек, в научном отделе 3 человека, в отделе экопросвещения 3 человека. Ну и остальное – водители, бухгалтера такого направления. Ну, основную работу у нас ведут три отдела. Это отдел науки, отдел экопросвещения и отдел охраны. Отдел охраны более многочисленный в связи с тем, что территория большая, и поэтому территория требует, так сказать, постоянной охраны по защите от несанкционированных действий наших граждан. Ну и, в общем-то, отдел охраны выполняет также работу, как транспортной перевозки, различных экспедиций, помощь по экологическому просвещению, ну и другие хозяйственные работы. Несмотря на малочисленность, коллектив заповедника круглый год выполняет свои задачи. Весной и осенью через заповедные земли проходит Восточно-Атлантический миграционный путь птиц, гнездящихся в Восточно-Европейских и Западно-Сибирских тундрах и зимующих странах Западной Европы. Поэтому для орнитологов просторы заповедника Нинецки являются ключевыми для исследований миграции и распределения перелетных птиц. Метод исследования – кольцевание не только крупных, таких как лебеди, но и мелких, воробинообразных пернатых. Эта небольшая скромная птица семейства Бекасовых стала главным героем весеннего сезона кольцевания в заповеднике Нинецкий. Это мародунка – редкая гостья в северных краях. В прошлом году она получила колечко на лапку, благодаря ему сотрудники заповедника узнали, что птица прилетела снова. То есть место гнездования, то есть родина у птицы одна, а путь к ней из Африки или Индонезии зачастую более 12 тысяч километров. Для мелких пернатых, таких как пеночка-ресничка, весом 8 граммов очень трудный. Всего на территории Нинецкого севера гнездится 121 вид перелетных птиц. С 2013 года ранней весной и поздней осенью сотрудники заповедника кольцуют мелких воробьинообразных птиц. Процедура кольцевания происходит круглосуточно. То есть требует максимальной концентрации. Главными такими моментами являются не ошибиться в выборе кольца в виде птиц. Процесс трудоемкий для человека и безопасный для пернатых. Они попадают в мягкие карманы вот таких сеток. В руках специалиста пичуга находятся считанные минуты. Вот нам попалась чечетка обыкновенная самочка. У самца обычно более яркая передняя, грудка красная и здесь больше. Это у нас самочка. В зависимости от вида птиц, на каждый вид есть определенные кольца. Все данные – вид, подвид, возраст, вес, номер алюминиевого кольца – заносятся в журнал. Затем передаются в союз кольцевания птиц. Дополнительные данные о путях миграции этой птицы будут собирать ученые, увидевшие эту птицу. Их информация поступит в Нидерландский банк данных. В результате отрывочные наблюдения за птицей в местах стоянок на пути миграции и зимовки сложатся в целую картину жизни. Ну вот, колечко получила и на волю. Здесь, на мысе Костяной Нос, в Коровинской губе большинство птиц окольцованы. Как доказательство правильного обращения с ними, улетать не хотят. Устраивают гнезда рядом с базой заповедника. Это куропатка. Еще два таких гнезда с другой стороны дома. Буквально у крыльца гнездо песочника. Это неудивительно, если учесть, что близко к человеку не подлетают поморники. Эти пираты очень любят воровать яйца. Вот нам удалось увидеть, как поморник украл яйцо куропатки. У проекта «Кольцевание» есть еще одна важная задача. «Кольцевание» помогает нам понять видовой состав на территории, как минимум, полуострова Куснос. Потому что именно благодаря «Кольцеванию» в прошлом году мы смогли поймать здесь снегирей, которых до этого здесь не встречали. Мы поймали дербника, мелкий сокол, бекаса. Все это помогает нам расширить наши знания о видовом разнообразии птиц, мелких птиц, именно вот здесь, на территории заповедника Ненинска. Как только птицы начинают устраивать гнезда, орнитологи заканчивают кольцевание и переходят к почету гнезд. Такая работа проводится в рамках проекта «Атлас птиц Европейской России». На сегодняшний момент обследовано 10% территории, на которой зарегистрирован 21 вид гнездящихся птиц. Еще одна важная функция заповедника напрямую связана с научной и охранной деятельностью – экологическое просвещение. С 2003 года на базе заповедника при активном участии сотрудников работают экологические кружки для детей. В этом году на территории заповедника Ненинский, именно здесь, на полуострове Коснос, у нас будут проводиться работы по обустройству экологической тропы. К нам приедут специалисты с экоцентра города Москва. Будем уже отрабатывать именно эту территорию для обустройства экологической тропы. То есть в дальнейшем сюда будут приезжать группы туристов. Здесь мы будем с ними работать, собственно говоря, показывать всю территорию, видовое разнообразие. В рамках экологического просвещения в заповеднике Ненинский стартовал проект «Баренцбердинг» – наблюдение за птицами в Баренцевом регионе. Финансирует проект Наверский Баренцсекретариат. Партнеры – Государственный природный заповедник Ненинский и Норвежский архитектурно-орнитологическое бюро «Биотоп». Турмут Амуцен и Элин Тарангер – ученые-орнитологи и архитекторы бюро «Биотоп» – уже много лет занимаются проектированием и строительством наблюдательных пунктов за птицами. Задача, на первый взгляд, простая – на практике требует обширных знаний, где кроме орнитологии, геология и география не на последнем месте. А еще владение современными техническими средствами. По проектам норвежских ученых уже построены наблюдательные пункты в Исландии, Великобритании и разных регионах Норвегии. В России Турмут Амуцен и Элин Тарангер впервые. По приглашению заповедника «Ненецкий». Здесь прекрасная станция, которая также служит центром кольцевания птиц. Мы использовали ее в качестве базового лагеря для путешествий на три острова. И очень большое разнообразие птиц, видов, очень интересные места. И, конечно, это будет вызовет большой интерес у наблюдателей, у всех любителей птиц в будущем, у туристов, исследователей. Мы разрабатываем несколько видов укрытий для наблюдения за птицами. Это фотоукрытия, либо просто наблюдательные вышки. И, конечно, для каждого места будет подобран свой тип. Это очень важно, чтобы у наблюдателей, а это ученые и специалисты заповедника, в первую очередь и туристов-любителей были комфортные условия. Наблюдение за птицами – процесс длительный. Не менее важно, что появление сооружения в местах массового обитания птиц не мешало их естественному образу жизни. По мнению норвежских ученых, мир птиц островов заповедника Ненецкий уникален. Нас, конечно, поразило разнообразие видов птиц и количество птиц на территории заповедника. Для нас новые виды были такие, как желтоголовая тресогуска или мародунка. Мы их видели впервые здесь. Они не обитают на территории Варангер, откуда мы приехали. И некоторые виды птиц, они прямо гнездятся рядом со станцией, с базовым строением. То есть это для нас очень даже удивительно, что они прямо здесь свели гнезда и живут здесь. Сегодня только в Великобритании за птицами визуально и с помощью оптических приборов наблюдают более 7 миллионов любителей, состоящих в различных обществах и клубах. Любительская орнитология, как вид познавательного туризма, развивается во всем мире. Сведения, которые собирают любители, помогают в исследовательских работах ученым разных стран. На территории нашего округа обитают 138 видов пернатых, из них 121 вид перелетные. И ученым, и любителям есть что изучать. Их наблюдения будут способствовать развитию науки, туризма и укреплению дружеских связей наблюдателей разных стран. Первый этап проекта, ознакомительный, прошел успешно. Второй начнется в середине марта следующего года, когда представители заповедника побывают в норвежском Варангере, где ознакомятся с уже реализованными проектами пунктов наблюдения за птицами и примут окончательное решение о том, какие наблюдательные пункты будут строиться. Второй этап планируется в середине марта следующего года, когда представители заповедника смогут приехать в Варангер и посмотреть те образцы проектов, которые были уже реализованы на территории Варангера, посмотреть, опробовать эти пункты и выбрать оптимальные варианты для заповедника. Ответный визит представителей заповедника в Норвегию состоится в марте следующего года. Специалисты заповедника Ненецкий примут участие в ежегодном фестивале птиц, который проходит в Варангере. Это крупное мероприятие, куда приглашаются художники, фотографы и наблюдатели, интересующиеся птицами. Проходят выставки и семинары для специалистов и познавательные мероприятия для детей. Во всех поездках норвежских ученых сопровождает их дочь Лила, юный орнитолог. Ее мнение о природе севера в переводе не нуждается. Я люблю быть здесь. Как только у птиц начнется ленька, у специалистов заповедника наступит одна из самых хлопотных и приятных работ – кольцевание лебедей. Восемь лет эту программу сотрудники заповедника вели с учеными треста водно-болотных угодий и водоплавающих птиц Всемирного фонда дикой природы из Великобритании. За это время было окольцовано 1560 лебедей. По этим кольцам ученые узнали, что 300 наших лебедей зимовали в Объединенном Королевстве. Территория заповедника стала настоящей научной базой для ученых из разных стран. И пока они изучают, анализируют и пишут научные труды, мы можем читать летопись природы, которую составляют заповедники Нинецкий по результатам ежегодных наблюдений.